Здравствуйте! Вы на канале Рукоделия Гоу Плей. Наверняка вас интересует вопрос, насколько это реально – начать зарабатывать на том, что любишь делать своими руками, сколько денег это может принести, как организовать процесс и найти свою целевую аудиторию. Как ни банально это прозвучит, но заработать можно на всем, нужно только вложить чуточку желания и капельку любви в то, что делаешь, а остальное придет с опытом. В чем же плюсы заработка на хедмейде? Во-первых, изделия ручной работы довольно высоко ценятся. Вы можете работать на дому в удобных условиях для вас. Также возможность самостоятельно выбрать график работы. И очень интересный факт хедмейда – это нет обязательств перед кем-то, кроме себя. Занимаетесь ли вы каким-либо рукоделием или только присматриваетесь к различным техникам? В первую очередь постарайтесь ответить на простой вопрос. Готовы вы потратить любимому хобби максимум времени? Представьте себе, что с одной стороны вы будете совершенствоваться изо дня в день, придумывать что-то новое, расширяя свои границы собственного хобби. Однако, с другой стороны, реальность может быть не такой уж чудесной и придется на первых порах создавать десятки копий понравившихся аудитории подделок и вещей. Не каждая рукодельница готова терять потенциальных заказчиков с позиции всего в единственном экземпляре. Но не потеряете ли вы интерес и не отпустите перед первыми трудностями? Ведь запуск собственного дела не может быть простым. Не мешает ли неуверенность в собственных силах и коварная такая мыслишка на границе сознания? А может, я делаю недостаточно хорошо? Боязнь критики и отсутствие интереса со стороны других людей. Если вы серьезно настроены превратить хобби в бизнес, вам придется пройти несколько основных шагов. Во-первых, вам нужно выбрать нишу. Чем вы планируете заняться? Каким именно рукоделием? Второе, это изучение целевой аудитории, конкуренции и работ других мастеров. Третье, неплохо составить хотя бы самый простой бизнес-план. Он поможет четко спланировать, в каком направлении дальше двигаться. Обязательно в своем бизнес-плане учтите следующие моменты. Это аудитория, необходимые материалы и оборудование, затраты на них, возможность рекламных кампаний и также площадки для продажи. Посмотрите работы других мастеров выбранной области, где и как часто их творения покупаются. Почитайте отзывы на форумах и порталах. Учите, для того, чтобы стать востребованным творцом, возможно, придется пройти обучение у мастеров вашей области. Четвертое, обустройство вашего рабочего места. Ведь ни для кого не является секретом, что удобное рабочее место – это залог успешного труда. Итак, давайте разберем виды заработка на рукоделии. На первый взгляд кажется, что вариантов направления заработка на хобби только два. Это продажа готовых изделий и обучение других. На самом же деле, видов заработка на рукоделии больше. Первый вид заработка – это продажа готовых изделий. Второй вид заработка – рукодельные работы на заказ. Третий вид – это обучение рукоделию, проведение оффлайн и онлайн мастер-классов, продажа фото и видео МК. Четвертый вид заработка рукоделия – это продажа материалов для рукоделия. Пятый вид – это партнерские рукодельные программы. Более подробно каждый вид заработка мы разберем в следующем видео. С вами был канал Рукоделия Гоуплей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова